Доброе утро! Мы в офисе 1580 узнаем, что произошло за прошедшие сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, что у вас получилось? У нас вчера два смертельных случая до приезда скорой Шевченко-70 и Умницка-7 на Клиновке. Также было ДТП, все его знают, на улице Зиньковской в районе автограммарного завода. Два автомобиля столкнулось, один доставленный в больницу с отрясением мозга и с переломами. На Духово-5 у нас колотое ножевое ранение в районе брюшной полости, тоже доставленный молодой человек в больницу. А по поводу летального скорости? В квартирах? У нас информация один из случаев на улице и один в квартире. То есть до приезда скорой нашу человеку резко поплохе, но мы не успели поехать. Значит, что еще? Очень много на сегодняшнее утро осталось заявок по расчистке дворовой канализации. На утро около 80. То есть сейчас, на данный момент, много у нас подвальных помещений, которые топят канализации. Водоканал... Водоканал должен заниматься? Да, водоканал сейчас занимается, он выезжает по всем, скажем так, по основным, по аварийным заявкам. Но нужно относиться с терпением, потому что очень большое количество заявок. То есть затоплено именно подворовой увеличенности? Да, да, да. То есть в основном это даже не вопросы ЖЭКа, это вопросы именно водоканала, подворовой канализации. Ну, сегодня у нас по погоде ожидается минус 2, минус 4 градуса, а днем без осадков. Ну, как и вчера, основной сейчас целью, пока у нас такие погодные условия, посыпка тротуаров, чтобы основную часть льда, который не могли мы пищено-сыровой суммешу растворить, именно когда было минус 10, то сейчас нам погода позволяет, сейчас работаем по тротуарам. Были ли отключения за последние сутки? Да, значит, по воде были отключения на площади Конституции 12-14, улица Кучеренко 15-17 и Пушкина 45-Б. В основном причины там аварийные раскопки проводятся или порывы самой системы. Ну, так, в принципе, за сутки все. Хороших вам рабочих дней и хорошего настроения. Спасибо, Сергей. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.